Встреча с незнакомым человеком в лесу бывает порой опаснее, чем столкновение в тайге с диким зверем. Этот рассказ об одном таком случае Курьозе, но от этого не ставший менее грустным. Его жизнь могла быть названа идеальным существованием. Интересная работа, обустроенный быт, красавица-жена и здоровые дети. Если бы не страстная привычка к табаку. Он очень много курил. Курил непрерывно, сигарету за сигаретой. Днем и даже ночью, вставая с постели и прерывая свой сон, он и шел, и курил. Попытки избавиться от этой напасти, приобретенной еще в малолетстве, успеха не имели. Ну и на кой черт мне попробовать даже вздалось этот табак? Все время думал он. Дошло до серьезных размолвок на этой почве в семье. И тогда он решился на отчаянный шаг. Весной он взял отпуск. Знакомые летчики забросили его на вертолете в таежную глушь и высадили у охотничьего зимовья. Улетели, пообещая вернуться за ним, только через месяц. Лучшего места, на его взгляд, чтобы избавиться от этой вредной чертовой привычки, трудно было найти. Это было лучшее место для этого. Зимовье в это время года пустовало и располагалось в удивительно красивом месте – у подножия сопки. Склон хребта был покрыт лиственницей вперемешку с кедрачом. Внизу шумела весенней водой речка хвойная. Она бойко лежала по каменистому руслу, часто образуя глубокие омоты, в которых держалась рыба. Солнце грело тайгу. Пробивалась сквозь жухлую прошлогоднюю траву первая зелень. Смолистый аромат тайги и свежесть весеннего воздуха наполняли все легкие. Вдали от людской суеты, пожив первобытной жизнью, было решено покончить с никотиновой зависимостью. Напрочь! Как отрезать! Помочь ему в этом должен был изнурительный труд, здоровая пища, свежий воздух и огромное желание. С утра до вечера он пропадал на реке. В умутах ставил корчаги, которые нашел в зимовье. В них попадались крапленые золотом ленки. Ловил удочки на перекатах чернокривого хариуса. В тайге нашел старый солонец и на рассвете подстрелил каборгу. Мясо сушил, вялил на солнце и коптил на ольховом дыме рыбу. Еды хватало вдоволь. Небольшой запас сигарет, взятый из дому, уже иссяк. Начались тревожные дни с непроходящим диким желанием курить. Ничего не было мило. Все валилось у меня из рук. И начал испытывать я чувство беспомощности, упадок духа и сил. Отчаяния хватило всего, грызло и терзало душу. Не покидало удушье и головокружение, и весь мой рассудок мутился. Обессилев, он забывался в полудреме. Его душа и тело жили раздельно. Тело требовало прекратить эту экзекуцию над собой. А душа хотела обратного. Освобождения от этой пагубной дьявольской привычки. Тело и душа безжалостно боролись между собой. И не щадили друг друга. Пробудился он от сильной головной боли. В темноте зимовья на полке нащупал таблетки, оставленные заранее, и проглотил их. Через некоторое время, правда, стало немного легче. Кружилась голова, в висках пульсировала кровь. Он вывалился из зимовья на свежий воздух. В это время мы с приятелем, перевалив водоразделительный хребет двух сибирских рек, вышли в истоки реки Хвойной. Не новички в путешествиях по тайге выбрали это время года из-за отсутствия гнуса. Именно поэтому это страшное для всего живого в тайге насекомое. вылетает ядовито-жгучей тучей в начале лета и заполняет здесь все пространство. Заедает до смерти ослабленных болезнью животных. Погибает от их укусов даже телята оленей. Несметное количество кровососов разъедает им ноздри и другие плохо защищенные шерстью части тела. Звери, прячась от кровососов, в душное дневное время зарываются в мох и лежат там до спасительного ветерка или сумерек. Общение с дикой природой становится невозможным до первых осенних заморозков. Поэтому весна и осень это лучшее время года для таких переходов. Весенний аромат лиственных почек говорил, что деревья сбросили с себя тяжелое зимнее цепенение и готовы к встрече с теплом. На проталинах синели подснежники и ярко-оранжевые жарки полянами заполняли проснувшийся лес. На утренней заре слышалось глухариное такующее пение. Песня глухаря состоит из несколько последовательно исполненных слогов. В начале такования птица издает звук, который человек может приблизительно воспроизвести щелканьем двух пальцев своей руки. Постепенно щелканье ускоряется, доходя до трели, после которой следует резкий, одиночный щелчок. Последующий слог пения является кульминацией такования и называется точением, так как похож на слабый звук затачиваемой косы. В это время глухарь практически ничего уже не слышит, и к нему можно очень близко подойти. Старый опытный глухарь сразу же после щелчка не такует, делая короткую паузу, убеждаясь, что ему не грозит опасность. Молодой горячий петух обычно эту паузу пропускает, увлекшись любовным пением и прислушавшись к этим очаровательным звукам. Становится понятно, какая по возрасту птица их издает. При появлении первых солнечных лучей в тайге раздавалась дробь дятлов и начинался хлопотливый перелет от дерева к дереву. Птиц особенно усердствовали сойки. Сориентировавшись на местности, мы двинулись в путь по течению реки. Она причудливо петляла вдоль хребта. Решили остановиться на ночлег в зимовье, которое было нанесено на топографической карте. Подошли к избушке, которая стояла в несколько десятков метров от реки уже в сумерках. И в это время из него вышел странный человек. Он слегка покачиваясь из стороны в сторону, вдруг двинулся к реке. Но, бросив взгляд в нашу сторону, нырнул обратно в дверь зимовья и появился уже с ружьем. Передернув затвор винтовки, он выстрелил в нашу сторону. Пуля ударила в ствол дерева рядом со мной. За ней другая. Мы громко закричали, расползлись в разные стороны и, укрывшись за валежник, приготовились защищаться. Стрелять в ответ мы никак не решались. В ожидании дальнейших событий стали наблюдать за действиями незнакомца. Он стоял открыто, не прячась, и смотрел в нашу сторону. Мы вновь подали голос. И вдруг, неожиданно для нас, странный человек опустил винтовку. Уселся на землю и в такой позе замер. Мы выползли из укрытия и поднялись на ноги. С большими предосторожностями и с разных сторон подошли к нему. Это был давно небритый, здоровенный детина, сосунувшийся лицом. Он в недоумении смотрел на нас воспаленными глазами. Руки его мелко дрожали при этом. Мы с приятелем не курящие люди, но по пачке сигарет всегда держим в рюкзаке. Так, на всякий случай. В лесу при встрече с человеком поделишься с ним табачком и беседу сразу же после этого непринужденная завязывается. Это был именно этот случай. И вскоре незнакомец в сладость затянулся дымом. Успокоившись, он поведал свою историю. Оказывается, выйдя из зимовья в состоянии прострации, полного невосприятия окружающего мира, он принял нас за зверей и поэтому начал по нам стрелять. Все время, пока мы оставались в зимовье, Александр, так его звали, был с нами внимателен и любезен порой до навязчивости. Расстались с ним утром следующего дня. Вполне дружелюбно. А позже я слышал, что курить он все же бросил. На этой ноте и заканчивается аудиорассказ. От себя хочу сказать, что самое главное в этом деле, мне кажется, все-таки решить окончательно. Не надо никуда там ехать, как вот здесь, в тайгу, там это вот. Зачем? Надо просто решить для себя. Я бросаю и все. Ну вот, или в жизни должна быть какая-то такая ситуация, участвуйте в акции, обморка, выиграйте. И ты понимаешь, что, ну, тут уже просто надо мной. Я стоял на пустынной платформе Краскова. Пассажиров в этот ранний час совсем мало или даже не было и смотрел на рельсы. Где-то здесь, во времена еще Чехова, сообразительный парнишка Дениска откручивал гайку, которой рельсы прикрепляются к шпале, чтобы сделать из нее грузило и пескарейно ловить на реке Пихорка. И тут в моей голове родились мысли. Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности транспортного средства автомобиля закончился. А денег, примерно 10 тысяч рублей, на покупку нового полиса в кошельке у меня не было. Автомобиль же нужен позарез. Иначе все дела станут и кошелек еще долго будет пустым. Но я тоже сообразительный. В тех самых краях вырос, где мальчонка Дениска проживал и рыбу в местной речушке тоже ловил. И вот я стою и перебираю в голове различные варианты. Как быстренько денег на поле с ОСАГО-то заработать. И вдруг слышу голос слегка нетрезвый. Не купишь прицелы на ружье? Совсем недорого. Обернулся я на голос. Мужичок стоит. Лет ему где-то с полтинник. А дед словно на минутку во двор выбежал. Легкая курточка, спортивные штаны без головного убора и в валенках стоит. Видимо из домов, что стоят рядом с железнодорожной платформой и внутри у него все горит. Поглядел я прицелы эти. А они совсем не простые. Один тысяча девятьсот девятьсот девятого года выпуска. С кронштейном Кочтова. с базой для винтовки Мосина. А другой современный. И тоже с кронштейном Ласточкин Хвост. Я заинтересовался предложением. Сколько просишь? Спрашиваю. Да, две бутылки ватки и закуска. И они твои. Мысли мои побежали еще быстрее. Пошли со мной в магазин. Сам выберешь себе водку и закуску. Сразу же отвечаю мужичку. Народный магазин Магнит рядом с платформой стоял и директор этого магазина мой сосед. Сосед был на месте и отпустил мужичку две бутылки водки кристалл и закусь не пожалел. Всего на две тысячи рублей. Дальше я направился в Вернисаж. Там по выходным блошиный рынок гудит. Продать и купить можно все. От швейной бабушкиной иголки до скафандра космонавта. Это точно. Заглянул я в оружейные лавки, выложил прицелы и мы начали торговаться. Четырнадцать тысяч рублей прошу за оба прицела. Это оптом. Десять тысяч хозяин оружейного арсенала мне отвечает. Ну я ему говорю ну давай ни тебе ни мне двенадцать и по рукам. Ну на этой цене мы и сошлись. Вернулся через пару часов на платформу Краскова заглянул в магнит должок отдал за спиртное и закуску и пошел покупать страховой полис ОСАГО. На этой ноте и заканчивается аудиорассказ. От себя что хочу сказать Сталк в тайге автор Горбунов или как я нашел монету на письменном столе лежала старинная монета полушка четверть копейки хорошо сохранившийся медный денежный знак российского государства. На одной стороне монеты видна надпись полушка и цифры 1730 а на другой двуглавый орел держащий в лапах символы власти держава и скипетр. Время казни и ссылки в Сибирь огромного количества заговорщиков мнимых и реальных виновных и безвинных. Московский тракт гудел кандалами неиссякаемым потоком брыли по пыльной дороге политические и уголовники не всеми им было суждено остаться в живых на длинной дороге вдоль всего тракта виднелись невысокие холмики земли безымянные могилы несчастных вооруженный конвой тычками прикладов подгонял ослабевавших раздавался стон бичуемых арестантов глухой дребезжащий голос затянул тоскливую каторжную песню ох дорога длинная и леса дремучие ручеек бегущий под горой и будто откликнувшись на печальную песню закуковала бездомная кукушка поджигатель сердец жаждущих свободы каторжан грязнит и манит недосягаемый голос вольной птицы и рвет на куски их душу в восточной сибири в царстве вековых сопок бежит удивительная по красоте таежная река Илим она быстро на перекатах и задумчива в долгих плесах в ее верховье с бесконечными петлями и завалами мы два лесных скитальца вышли через ангарскую тайгу река берет свое начало из ключей восточнее березового хребта и береза и береза в перемешку с другими лиственными деревьями здесь преобладает над другими породами деревья зазеленели и вокруг них уже гудели майские жуки объедая молодые листья быстро росла трава тайга окончательно проснулась от зимней спячки по карте в 12 километрах на северо-восток находилась урочище каторга и там же петляла река каторга одинаковые названия видно одну и по-другому и назвали заинтригованные названием этой местности мы решили ее посетить сталкеры юные так сказать интересно же переход у нас занял целый день мы пересекли две сопки одна была с седловиной это относительно ровная поверхность между двумя верхушками горы седловина здесь полянами краснели только в Сибири прорастающие цветы жарки куда не взглянешь кругом алые ярко-желтые краски такого огромного количества цветов я больше нигде не встречал древние лиственницы покрывавшие склоны сопок напоили воздух ароматным освежающим запахом тишина безлюдной тайги нарушалась громким и четким кукованием птица настойчиво зазывала нас вглубь леса и вот встретился нам сосновый участок у старых деревьев виднелись дупла в основании стволов где находилась золотистая масса это была камедь затвердевший сок когда-то давно сочившийся из трещин тела дерева и со временем превратившийся в твердое смолообразное вещество напоминающее янтарь в ней иногда можно было разглядеть застывших насекомых населявших тайгу сотни лет назад и погибших здесь по неосторожности на склоне сопки последней перед урочищем каторга встретилась заброшенное ветхое зимовье в котором мы и заночевали утром спустились в низину перед нами лежала узкая зажатая со всех сторон высоченными сопками долина покрытая еловым темнолесьем солнце никогда не заглядывало сюда место угрюмое и глухое подумалось что местность соответствует названию таки да вот именно здесь я и нашел монету монета лежала среди камней волунов у ключа вытекающего из-под массивной плиты выброшенной вероятно из недр планеты еще в ледниковый период я обратил внимание на нее из-за правильной круглой формы пластины торчащей на поверхности земли взял странный предмет в руки и на ладони лежала старинная деньга кто обронил эту монету три столетия назад наклонившись над родником кто кем же он был мне вдруг стало так интересно и мой мозг рисовал всякие разные воображения может быть это был беглый каторжник с хрипящими легкими задыхающийся от погони и жажды или его настойчивый преследователь возможно здесь побывал наш предок в поисках благодатного места для проживания какой-то другой скиталец неведомыми путями попавший в этот таежный уголок мы долго сидели у ключа рассуждая о находке и вечности вода весело бежала из-под земли как много много лет назад шумела журчала и будто хотела о чем-то поведать но не могла и только она одна знала тайну и вдруг неожиданно рядом из лесной чащи раздался пронзительный голос маленькой лесной птицы ку-ку ку-ку душа бродяги приветствовала нас на этой ноте ку-ку и заканчивается этот рассказ слушайте также и другие аудиорассказы по ссылке в описании там есть плейлист все мои аудиокниги и я думаю там вы точно найдете еще для себя что-нибудь интересного также отмечайте что вы были исповедь затерянное зимовье зэк отшельник в тайге автор горбунов листая в дороге журнал я наткнулся на несколько неуклюжие и сердечно написанное стихотворение от которого веяло чудовищной какой-то безысходностью и страшным моральным угнетением зачитываю жизнь счастливая кем-то украдена я живу словно загнанный зверь а на сердце с досада лишь ссадина по-бедняцки живу я теперь мысли стали какие-то жуткие думы могут свести и с ума все дела мои стали ненужные и потихоньку душа умерла конец цитаты и эти пронзительные строки вернули меня в безлюдный таежный уголок и память воскресила ту мою печальную историю зимовье затерялось в глухом распадке среди гребней громадных лиственниц сурово ощетинившись зелеными иголками в самом истоке таежной речушки вокруг бескрайний дремучий лес разлапистый матерый в том месте многочисленные родники робкими струйками ледяной прозрачной воды били из недр земли и осмелев сливались в ручей а ручей бурлил и набирал свою силу по каменистому ложу устремлялся дальше превращаясь в небольшую речушку причудливо петляющую между лесистых кряжей где-то в глубине сопок речушка постепенно наполнялась бегающими с гор многочисленными ручьями и превращалась в проворную таежную реку я набрел на охотничью избушку не помеченную даже на карте странствуя по безбрежной сибирской тайге в конце лета когда первые приметы осени уже давали о себе знать у леса был еще нарядный вид но по утрам от легкого ночного заморозка слегка даже грустный надвигалась суровая пора долгая и холодная зима лесное жилище неожиданно появившееся прямо передо мною выглядело скажем совсем неказисто оно все скособочилось сжалось от времени и представляло собой небольшой домик вросший в землю стены и зашкуренные лиственницы отполированы солнцем дождем и свирепой стужей аж до темно-коричневого цвета крыша из еловых дранец бугрилась пересохшей потрескавшейся древесиной и чернела даже на фоне черного леса неожиданно 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 неказисто оно все скособочилось сжалось от времени и представляло собой небольшой домик вросший в землю стены и зашкуренные лиственницы отполированы солнцем дождем и свирепой стужей аж до темно-коричневого цвета крыша из еловых дранец бугрилась пересохшей потрескавшейся древесиной и чернела даже на фоне черного леса печная труба вся набекрень и готова была вот-вот завалиться как и покосившийся навес над входной дверью а рядом с зимовьем на четырех столбах накрепко стоял лабаз для хранения продовольственных запасов и пушнины вокруг избушки буйствовало разнотравье и поросль берез хилое деревцо настойчиво тянулось в небо прямо из-под нижнего венца строения все говорило о том что это место давным-давно не посещалось встретить охотничью избушку заимку в дебрях тайги да еще и в преддверии ночи это всегда большущая удача душа прям переполняется радостью и ликует кто хоть однажды испытал этот волнующий миг когда перед тобой уставшим от бездорожья путником вдруг неожиданно встречается лесное жилище тот уже никогда не забудет это ощущение от заброшенного зимовья тянуло тревогой опасением чего-то такое подсознательное чувство ощущение смятения навваливалось на меня как только я осторожно открыл низкую входную дверь и оказался внутри окошко затянутое толстой полиэтиленовой пленкой и сплошь покрытое копошившейся мошкой свет почти не пропускало пришлось оставить дверь приоткрытой подперев ее подвернувшимся под руку поленом и я осмотрелся рядом с дверью сложенная из камня печка обмазанная потрескавшейся глиной поверх топки лежал металлический лист местами сильно уже прогоревший здесь же находилась небольшая кучка дров береста для растопки и топор вдоль стен располагались неширокие нары покрытые потертыми изюбровыми шкурами между нарами стоял стол вытесанный из массивной чурки на столе виднелась банка солью пустая кружка и лежал ворох пожелтевших от времени листов бумаги по стенкам на деревянных тычках висела одежда и одеяло а на полках на полках стояли банки из-под пороха лежали оружейные латунные гильзы ржавые капканы и деревянные провилки для придания формы беличьем и сабольим шкуркам в банках находилось немного пороха дроби и патронных капсулей а на широком подоконнике заправленная на четверть керосиновая лампа и рядом коробок спичек трудно определимые предчувствия со измеримые сигналом опасности не оставляли и будоражили мою душу я не понимал почему эти ощущения наполнили меня и не затихали разжигать отсыревшую печку я не захотел и нарубив сушняка развел костер снаружи подвесил на таганок чайник и скоро он уже трудолюбиво забурчал я достал свои нехитрые припасы вечер за ужином пролетел незаметно перебрался затем от костра в зимовье когда звезды проплутав в кронах деревьев уже раскрасили мерцающим светом небосвод пугающая чернью тайга застыла только изредка вздрагивая от пронзительного крика ночной птицы я устроился на нарах набросил на себя пару одеял поворочился немного и и заснул спал я некрепким сном просыпался посреди ночи меня не отпускало неосознанное чувство тревоги Что-то меня постоянно беспокоило. И под утро, как только утренний свет робко проник в окошко, в окошко зимовья, я поднялся с нар и вышел наружу. Справил костер и вскипятил воду. Согрелся чайком. Тепло от костра разморило меня. И возвращаться в зимовье не захотелось. Привалился я к высокой кочке и задремал под убаюкивающее потрескивание огня. Очнулся от сна, когда любопытный луч солнца заглянул мне прямо в лицо. Утро выдалось чудесное. Лучи солнца ласкали тайгу. Трелью переливались птицы и, казалось, пребывали в вечной радости. В небе степенно плыли облака. Дуновение ветра едва ощущалось. Природа блаженствовала последние деньки в преддверии неизбежного увядания. Собираясь покинуть это место и укладывая вещи в рюкзак, я вновь обратил внимание на листы бумаги, которые лежали на столе. Чисто из любопытства я взял исписанные листки в руки и начал читать. Неровный почерк, волнистые линии букв, различный нажим карандаша – все это говорило о том, что свои мысли излагал пожилой человек. Писал в разное время и не за один присест. Некоторые слова трудно читаемые, будто ряб неспокойной воды. Это были размышления о прожитых годах, между двумя важнейшими событиями в жизни человека. От рождения и до самой смерти. Записи поведали о превратности судьбы одинокого в старости человека, лишенного душевного покоя за грехи молодости. Исповедь незнакомца была без утайки. «На сердце у меня грустно и холодно. Одно горе. Душу мою терзают воспоминания. Я много пережил своей жизни. И очень одинок». Именно с этих слов начиналась исповедь. Старик вначале рассказывал о своем детстве, беззаботном отрочестве, юности, наполненной волнующими воспоминаниями. До сих пор ощущаю вкус только что испеченного хлеба. Вынутые из русской печи душистые булки. Мать клала на скатерть отдыхать. Полежав под полотенцем на скатерти, хлеб становился мягким-мягким. Легким, как пушинка. И не было ничего вкуснее этого свежеиспеченного хлеба. Видится печурка в отчим доме, на которой шипела и щелкала в сковородке поджаренная на сале картошка. Матушка вычесывает нестрижные вихри. А затем незнакомец поведал печальную тайну, с которой его жизнь потекла нечистым потоком. Женщина. А он ее просто боготворил. Обворожительный образ любимой, словно музыка талантливого композитора. Было прекрасно, неотразимо своей абсолютной естественностью и искренностью. Глаза несравненной женщины, казалось, вечно излучают свет. От счастья видеть ее, сердце готово было выскочить прямо из груди. Он безумно ревновал свою музу к любому, кто только лишь бросал в ее сторону заинтересованный взгляд. И не сумел обуздать чувства. Все в нем кипело и клокотало, когда представлял ее в объятиях другого мужчины. Однажды, не справившись с чувствами, убил ее в порыве очередной дикой и необузданной ревности. Так до конца и не поняв впоследствии причину такого недоверия. Выражение ужаса, огромные глаза и белое, как снег, лицо в последний миг ее жизни преследовали его с той ужасной минуты. Человек совершил самый страшный из всех грехов. С этого времени преступник жил в повседневном хаосе. Арест, следствие и суд были для него, как сон, страшный и неправдоподобный. Уразумел и осознал совершенное им жуткое преступление только в лагере, где провел долгие тринадцать лет. Первую половину заточения принял как заслуженную кару. Но потом, испытывая неимоверные унижения от лагерного быта, воспротивился неволе, тюремным порядком и бежал. Побег оказался неудачным, и к неотбытому сроку добавили еще три года. Лагерная жизнь – место со своим особым устоем, и в нем не существует жалости. Здесь правит сила. Сильные унижают слабого. И он стал энергично защищаться, совершая порой такие поступки, за которые обязательно спросят его на божьем суде. В общем, выйдя на волю, не замолил свой смертный грех, а довел его до величины безмерной. Раскаиваться совсем не научился. Людская боль, чужие страдания, совестливость стали для него ничего не значащими понятиями. Человек вступил в зрелый возраст с убеждением, что жизненные проблемы необходимо решать жестко, силой и обманом. И нисколько не задумываясь о тех, кто от этого пострадает. Ему были абсолютно безразличны жертвы. И он безжалостно оплачивал им сполна за свою неудачную жизнь. Это было его ложным самоутверждением. И еще при жизни оказался низвергнутым в бездну преисподней. Разбойничьи набеги приносили порой хорошие деньги, которые уплывали с такой же быстротой, как и приходили. Жизнь он вел безмятежную. Так продолжалось некоторое время, пока не попался на очередном грабеже. И вновь в суд. Следствие и так далее. Признание рецидивистом и очередные восемь лет тюрьмы. Повторный срок протекал уже намного легче. Для других сидельцев он стал авторитетом. Такой статус давал право определять условия быта других осужденных. Их жизни он не жалел. Правил жестко, бессердечно, даже по блатным меркам. Видимо, уже тогда дьявол окончательно присмотрел его душу и не выпускал из своих объятий. Отсидев от звонка до звонка положенный срок, вышел на волю, разменяв пятый десяток лет. Оказавшись на свободе, задумался над своей никчемной жизнью. Понимал, что идти той же дорогой – это путь в никуда. Но прошлое не отпускало. Он попал в западню. Жил одним днем. И это сильно удручало. Родителей его в живых уже не было. Вот чем доме проживал старший брат с семьей. Значился кадровым охотником в местном охотхозяйстве. Угодья у него обширные. По глухим уголкам тайги разбросаны все его заимки. Встретились братья после долгой разлуки и тепло посидели. За разговорами брательник и уговорил перебраться его в лес. Два сезона они охотились вместе. Набирались опыта. Вспоминал премудрости лесного промысла, чему отец еще его в детстве обучал. А после второго года поделили участок. Брат выделил ему самое дальнее урочище. Тайну своего прошлого человек запрятал в сокровенный уголок души. И никому не открывал. Никому. Даже родной брат не узнал все о его прежней жизни до самого конца. Одиноких женщин в сибирских глубинках встретить не редкость. Мужики случалось, рано уходили. Кто в тайге пропадет, зверь задерет, а другой в реке по пьяне утонет. Нашлась и для него вдова. Стала ему женой. Приветливая, ловкая и быстрая. Не чуралась никакой работой. Любое дело у нее спорилось. На краю деревушки, ближе к лесу, пятистенку поставил. Брат помог. И зажили они дружно. А тайга в том месте щедрая, кормила. Пушного зверя водилось здесь немало. И все постепенно налаживалось. Вот и сын подрастал. Жизнь среди приветливых, открытых и трудолюбивых людей сделала его совсем другим. Он стал терпимым к окружающим. Взамен получил уважение односельчан. Деревенские бабы брали в лесу голубику. И как на грех, на ягодную плантацию изобрел медведь. Вот тогда он вновь растерялся, как и в молодости, от кончины близкого человека. Похоронил растерзанную зверем жену, определил сына к брату и перебрался на жительство в тайгу. Повел он жизнь затворника, отшельника. Перед этим все же выследил медведя-людоеда и забрал у него жизнь. Отомстил, так сказать. В предсмертной агонии зверь ревел и царапал землю. Но легче как-то после этого все равно не стало. Выходил из леса только по надобности. Обменять пушнину на продукты или пополнить охотничьи припасы. Каждый новый день был похож на предыдущий. Тоска вновь поселилась в сердце. Одиночество тяготило. Но он постепенно свыкся с жизнью отшельника. Подолгу разговаривал с кедром, который рос рядом с его зимовьем. Дереву этому было несколько сотен лет. Он прислонялся к лесному великану и сидел так неподвижно очень долго. Иногда записывал свои смутные, меркнувшие с каждым днем воспоминания. Шел день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Бесконечная вереница времени. И вот уже и сын вырос, не видя отца. Короткие мимолетные встречи не делали их ближе и роднее при этом. А однажды брат добрался до заимки навестить затворника. И здесь же скончался от сердечного приступа. Пришлось тащить тело вселения на волокуше, изготовленное из жердей. Неподвижное, застывшее тело обдавало холодом смерти. От почившего распространялся тошнотворный запах, который мутил и кружил голову. Ночевал несколько ночей в тайге, беседуя с покойником, как с живым. Распрощались они с братом, и вернулся он обратно в тайгу. А следом пришла и другая непоправимая беда. Теперь и сын ушел в мир иной, не прожив на свете и трех десятков лет. Глотнул с глубокого похмелья изрядную порцию уксуса, перепутав со сна содержимое бутылки из холодильника. Похоронил сына скупо за неимением средств. Смерть поселилась рядом. Без сожаления она забирала всех близких ему людей. Это, наверное, была кара за грехи его молодости. Безжалостное возмездие за его прошлое. Как будто весь мир восстал против него. И, казалось, был переполнен злом, ожесточением и несправедливостью. Следовало приложить силы, чтобы оставить этот мир как можно скорее. Но смерть не шла к нему. Сколько он ее не призывал. Зверь обходил стороной и болезнь никакая не брала. Однажды поздние сумерки застали вдали от зимовья. На тайгу опускалась ночь. И вдруг он заметил, из темноты хвои лиственницы на него смотрят пара горящих глаз. Зрачки светились злобным, завораживающим блеском. Этот неподвижный огонь испепелял, парализовал волю. Это была рысь. Дикая кошка изготовилась к прыжку. Он даже не вскинул ружье, а терпеливо ждал стремительной атаки зверя. И конец своей жизни. И вдруг неожиданно рысь отступила, перемахнула на соседнее дерево и скрылась в ночи. Так и не сумев выбраться до конца из колеи прошлого, старик, подталкиваемый дьяволом, который не терял его из виду, решился на крайний шаг. На самый последний смертный грех. Добровольно изгнал себя из этого мира. Проиграл сатане ожесточенную схватку за его душу. Прощайте. Считайте меня умершим. На этих словах и обрывались записи. Прочитав последнюю фразу, я положил листы бумаги на стол и спешно вышел из зимовья, показавшимся нестерпимо душным. Эти стены жилища были просто пропитаны унынием и скорбью. Кто знает, если бы мы могли угадывать свое будущее, то многое, очень многое в нашей жизни сложилось бы, вероятно, совсем по-другому. А прошедший день не вернешь. Все листы бумаги я оставил на своем прежнем месте, в надежде, что исповедь человека вновь полыхнет чью-то душу жаром, пока, наконец, бумага не истлеет окончательно и не унесет с собой эту тайну навечно. Я закинул за спину рюкзак с ружьем и двинулся дальше в путь. На этой грустной ноте и заканчивается аудиорассказ. От себя хочу сказать, что жизнь, она такая... Случай в тундре. Сразу Случай в тундре. На собаках показалось... Кажется, знаете, вы можете написать их в комментариях. Случай в тундре. Автор Владимир Иванов. Короткая летняя ночь в полярных широтах еще не успела погасить вечернюю зарю, а солнце уже начало подниматься над горизонтом. Косые лучи осветили тундру, однообразную заболоченную равнину, покрытую зеленовато-ржавым хом, единственной растительностью в этих суровых широтах. Юрий Кублицкий, молодой геолог откинул полотнище палатки и посмотрел на безоблачное небо и сказал, «Не видно! Слышишь, Толь, самолета нет!» Анатолий Ивчатов, помощник Юрия, все молчал. Он только что вылез из спального мешка и торопливо одевался. Уже двадцать дней Кублицкий и Ивчатов находились в этой глухой, безлюдной местности на берегу небольшой северной реки. Работу, которую им поручили, они выполнили десять дней назад. За ними уже давно должен был прилететь самолет. Но прошли все сроки, а самолет все не прилетал и не прилетал. Дня два назад у молодых геологов кончились уже все продукты. Подчистую. Оставался только порошок молотого кофе. Не понимаю я, что же могло там случиться? Сказал вернувшийся в палатку Юрий. Геолог не знал, что их уже давно искали. Искали настойчиво и упорно. Но не на той реке, где они находились, а на другой, протекающей километрах в тридцати от стоянки. «Нам надо уходить, Толя. Надо уходить!» Решительно сказал Кублицкий. «Больше ждать нам нельзя. Но куда же мы пойдем? За семьдесят километров отсюда, на берегу моря, есть зимовка. Там обязательно должны быть люди. Молодые геологи упаковали материалы, собранные ими за дни разведки, захватили мешочек с остатками кофе и отправились в путь. В палатке осталась придавленная камнем записка, в которой был указан их маршрут. Идти напрямик через тундру было очень рискованно. Оставалось двигаться берегом реки вниз по течению, чтобы спуститься к морю, а потом уже по берегу моря дойти до зимовки. Этот путь втрое длиннее, но на берегу моря можно найти топливо для костра. К тому же этот путь безопаснее будет. Сначала идти было довольно легко. Юрий и Анатолий даже пели, стараясь подбадривать друг друга. Но с каждым километром силы все убавлялись и убавлялись. Приходилось очень часто отдыхать. После каждой остановки все труднее было подниматься с места. Но они пересиливали себя, и все шли, и шли напролом вперед. Только вперед. Кругом, куда только доставал взгляд, виднелась унылая, качковатая тундра. На третий день пути, когда до моря оставалось уже сравнительно недалеко, они уже настолько ослабели, что едва двигались, поддерживая друг друга. Хотелось так лечь на мох и уже больше никогда не просыпаться. Во время одной из остановок Ивчатов радостно вскрикнул. «Юрка, смотри, собака!» Берегом реки, следом за геологами, действительно двигалось что-то похожее на собаку. Но, хорошенько всмотревшись, Кублицкий разочаровал товарища. «Это же волк! Матерый волк! Наверное, даже вожак стаи!» Вскоре геологи увидели еще шесть волков. Сначала звери держались на значительном расстоянии, трусливо отбегали прочь, когда Юрий и Анатолий начинали им громко кричать, отпугивали их. Но потом волки осмелели и стали приближаться, полукольцом окружая своих путников. Геологам удалось быстро отыскать брод и переправиться через реку. Волки отстали, но ненадолго. Вскоре они тоже перешли на другой берег и появились вновь. Тесно прижавшись друг к другу и настороженно оглядываясь, Юрий и Анатолий медленно брели, шатаясь от усталости из стороны в сторону. Юрий крепко сжимал в руке охотничий нож. Это был единственный нож на двоих. А волки подбирались все ближе и ближе. Но за поворотом реки Волки вдруг отстали. Вероятно, их отвлек свежий след оленя. К исходу четвертых суток молодые геологи увидели море. Темно-серые воды его издали казались неподвижными. Только у самого берега седой от пены прибой с неутомимой яростью бросался на отвесные скалы. Чтобы продолжать путь уже берегом моря, нужно было снова перейти реку. Но сел уже не оставалось. И голодные путники решили хоть сном немного подкрепить себя и переночевать здесь. Укрывшись головой брезентовым плащом, не думая даже об опасностях, они уснули крепким и глубоким сном. Кублицкий, проснувшись на рассвете первым, с трудом разбудил Ивчатого. Геологи подошли к реке, и тут они поняли, что совершили большую ошибку, не переправившись на другой берег выше по течению. Стиснутая скалистыми утесами река бурным потоком устремлялась к морю. Течение было такое сильное, что могло унести даже человека. Неужели возвращаться? проговорил Анатолий, глядя на водовороты, кипевшие прямо у берега. И действительно, возвращаться назад и искать более надежную переправу было невозможно. Если у путников еще хватало сил двигаться, то это только вперед. После долгих раздумий и колебаний они решили переправляться именно здесь. Юрий Кублицкий, как старший и более опытный, пошел первым. Держа в одной руке папку с материалами, а другой балансируя при этом, он медленно и осторожно передвигался по каменистому дну. Анатолий сидел на большом камне и с волнением следил, как его товарищ борется с течением. Вот вдруг Юрий покачнулся, неловко взмахнул руками и упал в бурлящий поток. Анатолий бросился в воду ему на помощь, но вынырнувший Юрий, поднимая над головой папку с документами, закричал. «Ищи брод выше! Здесь не пройдешь!» Сильное течение сносило Кублицкого прямо в море. Напрягая все свои силы, он поплыл к скале, стоящей у самого выхода в море. Здесь течение реки встречалось с морским прибоем. Волна подхватила юношу и понесла к берегу. Коснувшись ногами дна, он с трудом выбрался на берег и упал на холодные камни. Долго он так лежал, не в состоянии даже выжать мокрую одежду. Или снять сапоги. Полные воды. И только беспокойство за друга заставило его подняться. И он начал ходить вдоль берега, всматриваясь, не покажется ли там Анатолий. Но кругом везде было безлюдно. Тишину нарушал лишь только однотонный шум морского прибоя. И вдруг тоскливое чувство одиночества охватило Кублицкого. Все пережитое им показалось ничтожным просто по сравнению с тем, что он почувствовал здесь, оставшись один. К вечеру, когда уже смеркалось и совсем уже обессилевший Юрий присел на камень, из-за скалы вдруг внезапно вышел Анатолий. Они бросились в объятия друг к другу. Несколько минут постояли, не произнося даже слова. И затем снова пошли вперед, с трудом передвигая распухшие ноги. Обогнув одну из скал, Юрий, шедший впереди, внезапно остановился. Толя! Та вот же она! База! В хриплом его голосе слышалась непередаваемая радость. Но когда геологи подошли ближе к домам, то увидели, что база была покинута людьми. Двери и окна были заколочены досками. Это было так неожиданно и непостижимо, что они, не веря своим глазам, щупали руками доски, прибитые к окнам. И, наконец, им удалось открыть дверь. Они сразу же бросились искать продукты. Обходили комнату за комнатой. Но нигде ничего не оставили бывшие жильцы. геологи растопили печку и уселись у огня. А когда отогрелись, Юрий сказал, «Люди здесь жили долго, ну не может быть, чтобы не осталось хотя бы крошек от продуктов. Толь, давай лучше поищем». И они снова начали осматривать все шкафы и столы. Удалось найти засохшие корки хлеба и кусочки сахара. Юрий даже обнаружил застаревший кусочек сайла величиной со спичечную коробку. Они нарезали его микроскопическими дольками и положили в кашу, которую сварили из крупы, собранной в щелях пола кухни. Прошло еще два дня. Ноги Юрия опухли уже и почернели. А помощи все не было и не было. Однажды, когда Юрий лежал на лавке у стола, а Ивчатов охотничьим ножом щепал лучину для растопки, вдруг послышался шум мотора. Анатолий сразу же бросил нож и выбежал на улицу. Низко, чуть не задевая замачтой радиостанции, летел самолет. Ивчатов прыгал, махал руками, кричал при этом. Самолет сделал круг над зимовкой, плавно покачал крыльями в знак того, что человек замечен. И, найдя удобную площадку, пошел на посадку. А через полтора часа Ивчатого и Кублицкого уже встречали товарищи. Едва успели колеса самолета коснуться земли аэродрома, как, обгоняя друг друга, к ним навстречу выбежали люди. Бережно вынесли полярники на руках Юрия и Анатолия. Геологи находились среди своих друзей, и все, что с ними произошло, все, что они пережили, сразу же как-то отошло на совсем другой план. Где-то туда, в прошлое. Только теперь Кублицкий и Ивчатов узнали, как упорно искали пропавших людей в необъятных просторах тундры. Самолеты и оленьи упряжки были посланы во все концы. Оставленная Кублицким в палатке записка помогла напасть на верный след. И отважные геологи были спасены. На этой счастливой нотке и заканчивается аудиорассказ. От себя хочу сказать. Вот всегда, когда кто-то теряется, попробуй его найти. Во все концы всех рассылают, а найти не могут, да? Ну вот почему так получается? Это что, закон подлости или как? Тамбо. Рассказ «Быль». Автор Виктор Лосев. Если поехать от лесного по старой, проложенной еще заключенными 30-е годов железной дороги, в сутки микроэконом. КОНЕЦ. ПО ТОМЕЦ. Резино. КОНЕЦ.